Весовая категория до 64 килограммов Ольга Медведева против Алис Шлезингер из Израиля Да, Медведева у нас трехкратная чемпионка мира Трехкратная чемпионка Европы Но хочу сказать, что в противостоянии будет Израильская спортсменка Мало того, что она в 4 универсиаде этого года в Казани Очень интересно, она боролась, выступала в турнире с самбистом Турнире, где выиграл золото, а также в турнире борьбы на поясах Тоже была золото, своеобразный такой рекорд, 2 золотые медали универсиады И хочется сказать, что она довольно-таки хорошо выступала в зюдо И интересная хорошая техника, очень сильный такой бросок через бедро Пропускная интересная борьба, поэтому посмотрим Если она и сам будет в зюдо, и в борьбе на поясах Да, такая уникальная спортсменка На 64 килограмма, финал В красной форме Ольга Медведева, Россия Ну вот месяц назад на играх единобор спорта-аккорда Шленингера из Израиля Она выступала в другой весовой категории, чуть-чуть повыше, 68 И там проиграла наша россиянке Мохнаткина и стала второй Напоминаю, у девушек поединок длится на одну минуту меньше Он будет длиться ровно 4 минуты, а вот будет короче Девушки Девушки Есть в арсенале у Ольги Медведева болевой прием Со стойки, сейчас она ее делает Вообще сильная продыровичка Израильский спортсменка больше тяготиет в борьбе в стойке Не дали Оля, разогнать, бегать, бегать, бегать Неплохая побылька Оля, внимательно Первая рука забирай, первым номером Давай, давай, давай Активнее, активнее добавлять, добавлять, добавлять Оля, добавлять, двигаться, свести, свести, качать Набирай, забирай руку Набирай руку, забирай руку Набирай руку Зацеп Хорошая, зацеп Связка, зацеп, подхват Но, надо сказать, что несмотря на то, что есть замечания у израильской спортсменки, выкупит это на счетах, очень мощно содержать. И задачи россиянки, я так смотрю, мне кажется, что она, конечно, хочет забить партер и атаковать именно так. Драмотный сейчас зацеп, после зацепа сразу подклад, хорошая связка, в принципе, балл, но, значит, такой напряженную встречу, финальный балл, слишком минимальное преимущество, чтобы успокоить. Две минуты еще борьбы. Редактор Яна Баранчук подсказывает нам, что много очень сюда и тихо шлезингер, призер Чемпионата мира и неоднократный призер Чемпионата мира. И вот сейчас ведет в финале Чемпионата. Вот самбо выигрывает пока у россиянки Ольги Медведевой. Но, правда, бороться еще достаточно, он сейчас попробует на болевый прием перейти, не получается. Захват. Да, тут приходится признать, что пока, пока подчеркиваю, потому что еще бороться достаточно много, борьба, которую израильтянка демонстрирует, смотрится... Выгоднее, интереснее. Да, интереснее. Ну, Ольга выглядит, что и функционально как-то, они не настолько свежее. И в захвате, я бы сказала, такую тактику защитную блокируют, не борются за свой захват. Попробовала сбить сейчас партер, просто не попала по ноге, ведро и растянуть, чтобы сразу перейти на болевый прием. Да, у меня такое ощущение, что тактически она хотела именно так построить схватку, чтобы сбить партер, либо провести против правосостойки. Это ж нагло у высшей грейтянка в борьбе в стойке, это видно. Это ж нагло у вас, что нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 39 секунд. Нужно сейчас, нужно сейчас, чтобы Ольга Медведева рискнула. Пробует ножницы. Совсем подготовленный бросал. В принципе, расстраивался еще рано. Полминуты для хорошего броска, что сейчас и нужно. Ольге этого больше, чем достаточно. Нужно рисковать. Боится, тоже видно, что лезть в партер. Израильский спортсмен, кто понимает, что там не знает неких нюансов борьбы. Поэтому болелок на ноги, наверняка так хорошо. Поэтому видно, осторожнее все. К сожалению, еще Медведева получила и замечание. Я хотел бы обратить внимание на то, что у израильской спортсменки очень хорошо. Эли Шлезингер из Израиля становится чемпионкой мира по самбо. Эли Шлезингер из Израиля становится чемпионкой мира по самбо. Победила Алиса Шлезингер из Израиля. Ну а у нас еще третий финал в этом блоке. Александр Туровский, украинские самбисты. Мурат Керимов сейчас сойдутся в финале весовой категории до 82 килограммов. Нам показывают пока еще раз повторы. Попытки его приема. Двесячка. Да. Очень сложный технический прием. Но иногда можно увидеть попытки даже. Но это коронный прием Ольги. Поэтому, в принципе... Пыталась, пыталась втянуть в партер. А израильтянка как раз делала все, что в этого не произошло. Гравитая борьба двух тактиков, в которой все-таки израильская тактика была немножко посильнее. Немножко два балла. Хватило.